Здравствуйте, дорогие друзья, товарищи, братья, сестры, мамы, папы, бабушки, дедушки, дяди, тети. Сегодня готовим постное блюдо. Значит, готовлю его в обратном порядке немножко. Ну, то есть, мне нужно лук сейчас подготовить, да? Поэтому давайте начнем сначала, отправим готовиться лук, а потом я уже буду подробнее рассказывать о том, что будем делать дальше. Значит, у меня есть маленький лук-шалот, прям маленький-маленький. Если у вас нет такого лука, а есть крупный, придется помучиться чуть-чуть, но, в принципе, что-то похожее будет. Значит, я делаю вот какую вещь. Очень тоненько режу колечками вот этот лучок. Просто в магазине, знаете, бывает как? Можно выбрать мелочь. Все же стараются выбрать лук покрупнее. А у крупного лука толстая стенка очень, его тяжело превращать там в чипсы или еще во что-нибудь. Хотя он тоже вкусный. Этот-то резать тяжеловато. Мелкий. Значит, четыре маленькие тут у меня луковички. Все это я нарезаю колечками. В прошлом году, когда делали постные рецепты, мы тогда банили, что пост это все должно быть такое строгое, нужно мучиться. Извините, друзья, но, видите, у меня другие задачи и цели. Людей радовать, а не делать блюда, из-за которых они будут мучиться. Поэтому, увы, у меня чуть-чуть по-другому, значит. Тут у меня где-то столовая ложка с горкой муки. И обычная мука, самая приобычная-приобычная. Я сюда отправляю лук. То есть, мука, тут нет пропорции муки, да? Здесь нужно всего лишь лук распотрошить, ну, как бы в колечки превратить, да? И мукой вот это все пересыпать, потому что он выделяет сок все время. Пусть на этот сок налипнет мука. Короче, нужно вот так вот перемешать, перемешать этот лучок, потому что мы его сейчас жарить будем, пока сковородка нагревается. Маленький огонек, масло не льем. Нужно вот этот лук, короче, распотрошить. Можно было бы, кстати, в пакетике его бум-бум-бум-бум трясти. Но я предпочитаю в руках. Попробуйте, в пакете может получится. Ну, малосольные огурцы в пакете делают, маринады в пакетах болтают. С луком не уверен, что так будет правильно. Тут же главное из него сок не выдавливать. Просто разделять колечко от колечка. Масло подсолнечное. Опа! Даже можно чуть больше. У меня здесь еще чесночное масло есть. От жарки чеснока. С ароматом чеснока. Ну, то есть, некий фритюр. Условный фритюр. Значит, масло пока что от сковороды нагревается. Стряхиваем лишнюю муку и лучок в сковородку. Раз. Кстати, еще есть вот такой способ. Можно взять ситечко. Сюда переложить. Вот так вот просеять. Мука вся туда уйдет. Ну, а то, что не ушла мука, так ничего страшного. Главное, огонь поменьше. Чтобы не горело ничего у нас здесь. Даже иногда, знаете, как я делаю? Беру и добавляю небольшое количество нерафинированного масла для аромата. Тогда у лука будет легкий ореховый привкус. И намного интереснее, чем просто в масле. Салфеточка у меня готова. Перед съемкой я пожарил в масле кубиками нарезанный чеснок. Вы можете это сделать, никакой хитрости нету. Просто режете кубиком на низкий огонь, маслица туда бросаете. Медленно-медленно жарите. Потом на салфетку он подсыхает. Становится хрустящий. И для присыпок всевозможных салатов, всего прочего, можно использовать. Так, супер! Лишнюю муку с доски. Теперь ситечком аккуратно забираем. Маслу даем стечь. На салфеточку выкидываем. Для того, чтобы салфетка забрала масло. И пока лучок еще горячий, у него лишняя влага испаряется, мы получаем вкусный хрустящий лук. Да, кстати, такой лук, вот, ну, видите, я в регионах не искал, не было цели и задач. А в Москве спокойненько можно пойти в магазин купить такой вот фритюрный лук, которым, кстати, активно пользуются фастфуды и которым активно пользуются бургерные и стейкхаусы, кстати. Потому что приготовить лук самому это нужна сноровка-закалка-тренировка. Повара в ресторанах как попало это делают, то проще купить лук в магазине уже готово или у поставщиков в ресторанной индустрии. С этим довольно просто. Попросил, тебе привезли. Так, пропиталась салфеточка маслом. Я на другую ее перекидываю и оставляю рядом с чесноком. Дальше все, вот каким образом дело будет обстоять. Значит, у меня есть помело. Помело – это вид цитрусовых, которые продаются реально везде, вообще везде. Но чаще всего люди даже не догадываются, что с ними делать-то. Что делать-то? Ешь его, чисти, ешь и все. Да, но существует такой салат, который, соответственно, вот я сейчас и буду делать. Смотрите, дольку отрываете, шкурку снимаете, вот таким образом она чистится. Все это отправляете в тазик, в котором и будете замешивать салатик. Смотрите, здесь пленочки разные. Можно ножом убирать, можно тут подрезать. В общем, на вашу сноровку, закалку, тренировку я вот тут уже начистил какое-то количество. Просто вам показываю, как чистить помело, если вдруг кто-то не знает. А то я помню, с чесноком тогда меня забанили, а в итоге толком-то и никто не признался, что я не умел чистить чеснока. А пару, там, тройку человек всего лишь. Все остальные важные такие. Да я знаю, как чистить, чеснок, че. Кстати, с луком смотрите, какое количество просмотров, да? Все-таки, как чистить лук заинтересовало. И много пользы, вот я смотрю по комментариям, много пользы получили те, кто посмотрел ролик. Спасибо вам за просмотр, да? Не забывайте, что есть еще колокольчик. Если вы нажмете на него, то у вас будут приходить оповещения о новых роликах. Смотрите, кто желает, ставьте, вернее, нажимайте на колокольчик. Кто не желает, не нажимайте. Так вы будете быстрее узнавать о новых, так сказать, поступлениях, рецептах и так далее. Я уверен, что вот кто смотрит мой канал ради идей и постоянно готовит, есть такие люди. У тех колокольчик стоит, а все остальные смотрят постольку-поскольку, иногда, редко, перед субботой, перед воскресеньем и так далее. Значит, что делаем дальше? Помела, почищена, у нас тут, ну, половинка, наверное, фрукта, чуть больше. Я тут пока чистил, еще съел кучу. Значит, кинза, я это называю корешок один, да? Один корень, из него растет какое-то количество стебельков. Вот у меня один корешок. Режем, произвольно, крупно сюда отправляем. Потом добавляем сюда мяту. Мята у меня садовая с маленькими листочками. Ну, я всегда говорю, какая была. Просто с мятой будет реально бомба будет. Поверьте мне на слово, можно и перечную мяту любую использовать, только несушеную, конечно же. Значит, листочки обдергиваем и туда отправляем. Пока лежала моя мята, листочки начали увядать. Дома будете делать, доставайте в самый последний момент. Мне до холодильника неудобно бегать, а вы потом смеетесь надо мной, что вдруг я из кадра вышел. То я заранее положил ее, видите, эта мятка такая она нежная очень, нежная. У меня есть листик лайма. Листочки лайма продаются в магазине, в азиатском магазине, во всяких азиатских магазинах. В Москве популярны, если вдруг у вас нету листочка лайма, то просто возьмите обычный лайм, ну, сам в смысле фрукт, хотел сказать овощ, и цедру натрите туда. Будет круто, будет такой пряный классный аромат. Если есть листочек лайма, то желательно его использовать. Смотрите, скручиваем тут его вот так вот как-нибудь, как попало. Складываем, скручиваем, скручиваем, складываем. Меленько-меленько рубим. Лис лайма делает с блюдами чудеса. Такой пряный эфирный аромат дает. Кстати, надо будет как-нибудь... А что как-нибудь? У меня же есть ролик про то, как делать зеленое масло. Вот заморочитесь. Найдите листья лайма, свежие. И сделайте зеленое масло с помощью той технологии, только... Я там не помню, мы обваривали чуть-чуть? Или не обваривали зелень? Нет, наверное, мы там же ее не обваривали. Мы ее... В общем, сюда засыпаете немного. Будет много лайма, будет... Сильно он, сильный он будет. Значит, далее имбирь. Вот, вот 2 миллиметра имбиря. Вот столько нужно натереть на терке. Только лишь для пряного аромата. Поддержать, так сказать, лайм. Видите, здесь прям треть чайной ложки, наверное. Сюда имбиря. Не выкинул лишнее. Три одиноких пюрешка зеленого лука. Три одиноких пюрешка лука. Потому что не надо здесь, это не луковый салат. Здесь лук должен присутствовать. Но мне хватит несколько вот буквально колечек. Лишнее выкидываем. Это все сюда. Раз. Далее. Пока я отсутствовал в Таиланде, лимон, который у меня был на огне, лежал, отдыхал. Он тоже, видите, слегка подзагорел. Почему-то подсох. Но я обычно такие лимоны не выкидываю. Их подрезаю. И сок выдавливаю оттуда. Потому что это узбекский лимон был очень вкусный, офигительный. Он внутри совершенно нормальный. Кожица высохла. Все, поливаю салат лимонным соком. Помыла нейтральная. Она бывает такая, больше в сладость. Но она, если не спелая, она нулевая такая. Она не кислая, как лимон или лайм. Поэтому лимон должен быть для поднятия вот этой кислой нотки. Потом попробуете, поймете, достаточно ли вам этого или нет. И добавите еще, если вдруг, пол чайной ложки. Обязательно чили. Чили перчик молотый. Неудобно, здесь сеточки нету. Чили сыпьте, каенский перец там, ну, в общем, порошковый должен быть, чтобы острота чувствовалась. Он должен быть кислый, острый, соленый и сладкий. Яркий вкус должен быть. Пост ведь, пост, пост. Есть обычную жареную белокочанную капусту. Ну, это мувитон. То есть, если вы смотрите мой канал, у меня не так много постных рецептов. Но есть обычную еду безвкусную. Я вас уверяю, это вообще неправильный подход. Так, масла никакого не добавляем. Потому что здесь травы, фрукты, кислоты, острота, соль, сахар. С маслом, вы можете попробовать с маслом. Но я вам говорю, что это будет не особо вкусно. Вы поймете, что жирность здесь мне вот не нужна никак. Чили-перчик дал свой аромат. Хорошенечко нужно перемешать, чтобы перец перескочил с одной дольки на другую, с одного кусочка на другой. Лишнее убираем. А эти мы посыпем сейчас, подождите. Так, что у меня? Нужно что-нибудь красивую, какую-то тарелочку такую выбрать. Вот, давайте вот беленькую. Белый-белый, совсем белый. Прежде чем перекладывать все это в тарелку, нужно попробовать. Острота есть, сладость есть. Кислоты не хватает. И не хватает соли. В Таиланде всегда около лотков с фруктами. Ну, в смысле, рядом на прилавке, где продают фрукты, можно спросить у продавца, и вам продадут или бесплатно дадут пакетики такие. Ну, такие, знаете, зип-лок пакетики, в котором смесь сахара пальмового, соли и чили-перца. Они просто берут этот пакетик, открывают, берут там зеленое манго какое-нибудь, его очистили, дольками нарезали, туда макают. А ананас просто спелый туда берут, макают. Любят фрукты вот в таком сочетании. Поэтому и здесь, если вы берете постную какую-то вот такую составляющую, особенно с помело, это именно на помело распространяется. Ну, и используйте сахар, соль, кислоту, чили. У вас хотя бы рецепторы будут жить. Вы не будете мучиться, вы не будете мучиться в пост и говорить о том, что, блин, пост это так тяжело переносить, это совершенно невкусное блюдо, это совершенно непонятная кухня. Используйте, знаете что, вкусовые добавки, вот эти вот. Острый перчик. Используйте соевый соус. Используйте сахар. Сделайте свой рацион таким, чтобы во время поедания ваши рецепторы взрывались, чтобы вам водоражила кровь. Теперь жареный чеснок, как бы правильно сказать, фри. Фритюрный чеснок, фритюрный чеснок. И хрустящий лучок. Видите, чем тоньше лучок, тем его легче сделать хрустящим. Ну и мука, соответственно, помогает этому. В толстой луковице, стенка толстая, в ней много воды. И вы его жарите, 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 жарите. Он у вас уже почернел, а все равно не хочет быть хрустящим. Вот. Лука не жалейте, лук очень вкусный. Но в том случае, если вы его не пережгете, значит он будет горький. А дальше берете большую ложку, как я. Вот, вот эту. И начинайте его пробовать. Салат готов. Значит, нужно зацепить так, чтобы был кусочек помела. Значит, лук, чеснок, кинза. И желательно там какой-то листочек мяты, там еще чего-то. И потом отправляете все это в рот. И получаете цитрус, сладость, кислоту, соленость. Соли, на мой взгляд, вообще до сих пор не хватает. Но острота делает с этим блюдом просто великолепие. Кинза взрывается, мята накрывает. И это прям, ну это вот прям сделайте в пост себе вот такую штуку. Поймете, что это бомба, бомба. Приятного аппетита, всего доброго. Оставайтесь с нами. Будет еще много и много всяких вкусных рецептов.